Работаем? Работаем? Работаем с прокурором. Нам было сказано, что мы заявили 58 ходатайств об устребовании документов, об оглашении доказательств материалов дела, о приобщении документов, о вызове свидетелей, о допросе свидетелей и так далее, в том числе свидетелей, которые уже несколько дней сидят здесь под дверью в суде и ждут допроса, а в этом праве вообще ни при каких обстоятельствах не может быть отказано. Но судом отдельные только документы приобщены, буквально там несколько их, наверное, можно пересчитать по пальцам. Все остальные ходатайства не удовлетворены, отказано во всем. Более того, отказано даже в оглашении материалов дела, которые уже находятся в деле, причем представляли мы их точно так же, как государственные обвинения в табличной форме. Более того, давали подробные пояснения относительно того, почему и как мы хотим эти документы огласить, но суд посчитал, что те материалы, которые лежат в деле, они опять не имеют никакого отношения. И более того, мы просили повторно огласить те материалы, которые были оглашены государственным обвинителем по заголовкам и так далее, и суд нам тогда говорил, что мы сможем это сделать, но в этом праве нам было отказано. Отказано нам было и в допросе свидетелей, отказано нам было в допросе тех свидетелей, которые явились, это прямое нарушение закона, причем со ссылкой на некие злоупотребления защитой, на какие-то злоупотребления, о которых мы даже не можем понять, в чем заключается злоупотребление. То есть у нас, как только началось представление доказать, защита начала вводить свидетелей. И первые два дня до того, как нас ограничили, нас имеют в защиту Сорокина, у нас ежедневно допрашивалось по несколько свидетелей, чем всего рабочего дня. Я не знаю, что суд подразумевает, то ли мы должны были пригласить сразу 40 свидетелей на один день, то ли что, но каких-то разумных обоснований считать, что мы чем-то злоупотребляли, нет никаких. Кроме того, мы сегодня приобщили ряд важных заключений, уважаемых специалистов, которые прямо свидетельствовали о том, что сведения, которые сообщил свидетель Хан Ключевой, являлись лживыми. О ряде других обстоятельств, которые говорили о том, что ключевые люди, Новоселов, Хан абсолютно лживые сведения представляют. Целый ряд ходатайств о недопустимости было заявлено, по ним судом, на наш взгляд, вопреки закону не было принято решение, и суд сказал, что он вынесет эти решения в свечательной комнате вместе с итоговым решением по делу. На наш взгляд, то, что сегодня произошло, это абсолютное окончательное сворачивание состязательности, потому что, безусловно, реально защите практически не была дана возможность ни представлять доказательства, ни вызывать свидетелей, ни осматривать вещдоки, ни делать вообще ничего. И в этих условиях, конечно, мы полагаем, что принцип состязательности нарушен здесь краеугольно и окончательно. То есть никаких оснований полагать, что хотя бы было формально выдержано некое равенство у нас нет. Ну вот, спасибо.